Увидеть Старую Самару по-новому. Главная задача художественного проекта «Вчера, сегодня, завтра». Идея проекта – собрать картины и разных авторов, объединенные одной темой, знаковые места города. Адреса для художников выбирали краеведы, снабжая каждый объект или дом отдельной историей. Ее и предстоит раскрыть автору. Проект уникальный, говорят организаторы. Еще никто в России так комплексно не рассказывал о своем городе. Мы только начинаем создавать легенду, легенду этого города. Безусловно, есть легенда вообще в принципе. Существует очень много мероприятий, выставок, экскурсий по этому городу. Но так, чтобы художники сами создали некую атмосферу и среду, которая бы сформировала представление у человека, который не знает, что такое город Самара. «Мы делаем не иллюстрацию города, мы делаем переосмысление, мы делаем творческое, осмысленное передачу, то, что видит художник». На выбор художникам предложили около 60 адресов Старой Самары. Это известные всем здания, многие из которых еще только ждут реконструкции. Отозвалось более 30 авторов. Это не только маститые художники из творческих союзов, но и все желающие – дизайнеры, арт-менеджеры. Отбирать работы для проекта будут краеведы и искусствоведы. «Предложить свое творческое видение этого адреса – это может быть совсем не обязательно буквальный пейзаж, экстерьер. Но это могут быть и портреты людей, которые связаны с этим домом. Это может быть какая-то сложная композиция, где и сцены какие-то жанровые. Выставка требует от участников нового уровня прочтения привычных городских достопримечательностей. Это художник, который погрузился, дает свое решение этого адреса и, соответственно, истории, которые с ним связаны». Свою историю художник Дмитрий Мантров увидел в доме на Молодогвардейской 119. Это здание – настоящий перекресток эпох, построено до революции. В годы войны здесь размещалось иностранное посольство. «Здесь находился посол Норвегии, и мне поразила его фраза, когда он сдавал кровь для советских солдат. Он сказал, что весь мир будет помнить, вспоминать Россию как освободитель Европы. И сейчас это особенно актуально». На выставке будет представлено порядка 80 работ. Она откроется весной в галерее «Новое пространство». Мэр Елчан, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События. Продолжение следует.